Мне в какой-то момент, когда мы писали первую часть пресловутого миллиона строчек кода на бейсике, который у нас есть, мы пришли к выводу, что это не очень важно на самом деле, даже каким языком ты пользуешься. Важно то, получается ли у тебя какая-то польза в конечном итоге. С тех пор мы, конечно, умудрились найти более интересные среды и более интересные языки, что хорошо, но это не единственный фактор получения удовольствия, я бы сказал. Если говорить о свободном времени, то я много чего делаю, практически все эти роли продолжаются у меня. Нет такого, что я что-то бросил. Программировать удается очень мало, но институт хотя бы этому способствует. И то счастье. Говоря о свободном времени, видите, у меня есть дневная работа, у меня есть хобби настолько замечательное, потому что Иджай Латвия, здесь много людей, которые очень ориентированы на результат и очень разумны в конечном итоге. Это то, что мне очень нравится. И то, что мы делаем, скажем, на курсах, которые мы читаем вот с Андреем и Виктором в ТСИ, в IT-Академии, это то, что называется Джава Гуру ЛВ, мы стараемся помочь людям научиться делать что-то новое, получать вот эту вот радость программирования, как ее описал Дима, когда вот этого нет, ты его придумал и теперь оно есть. И это так здорово, действительно, что ты можешь создать что-то новое. И я менеджер, да, если что. Я никогда не был тестировщиком. Нет, я был на самом деле. Мы работали в таких вот описываемых Димы условиях, когда у нас не было тестировщиков. Это не значит, что мы не тестировали, мы тестировали друг друга. Да, это не означает, что нет, нету просто отдельных людей, как называется, тестировщики. Да, ты просто берешь и проверяешь работу своего соседа. И на этом пути я тоже получал хорошие уроки, типа какой-то кусочек, который я не проверил вовремя, я его отложил, потому что проверять так скучно, так неинтересно. И бац, этот кусочек ушел в продакшен, мы напечатали клиенту договор, и он ушел с договором, в котором написана какая-то фигня, и теперь нужно его вылавливать, значит, исправлять, извиняться, понимаете. Это запоминается, такие вещи. Я немножко поспрашивал народ о том, что такое не учат в университете, и в дополнение к тому, что Дима рассказывал, получил еще вот такие ответы, но это чисто технические практики, которые мы как раз на наших курсах пытаемся добирать, собственно говоря. Да, это понятно, что оно не очень академично, но оно нужно вам с первого дня работы, когда вы приходите на работу. Есть такие вещи, где институт тоже не успевает просто. Если люди, которые читают вам лекции, не варятся ежедневно в разработке программного обеспечения, еще вот в этих вот каких-то инновативных областях, то им трудно вам об этом рассказать. И такие вещи есть, например, вот то, что с одной стороны люди сейчас дико любят делиться подробностями своей жизни, повсюду фотографии, там, фейсбук, опять же, и все такое. С другой стороны, очень многие аспекты, они ожидают, что будут тщательно скрыты от глаз окружающих. И эти ожидания тоже не всегда адекватны, но мы должны как-то пытаться им соответствовать. Это нелегкая задача. Да, я видел банки, открывающие филиалы в фейсбуке, например. Ну, то есть, такое бывает. То, что тот факт, что сейчас практически у каждого из нас в кармане есть компьютер мощнее, чем тот, который был у меня пять лет назад, скажем, да, тоже открывает какие-то удивительные возможности. И оно тоже меняет ландшафт того, где мы находимся, потому что, например, пользователи перестают ожидать от нас новую функциональность. Они ждут, что мы их обрадуем, что они получат удовольствие, что им будет весело. Они будут не только экономить время, пользуясь тем, что вы сделали, да, а им будет весело этим пользоваться. Это совершенно новый какой-то тренд. Ну, непонятный раньше, да, когда у вас были зеленые, как бы, монохромные экраны с алфавитно-цифровые. Какое удовольствие, да. Хотя на них мы чудесно играли в игры, кстати. Это было замечательно совершенно. Да, там были такие игры. Ну, окей, да. Опять же, то, что мы не можем расти вверх по производительности процессоров, поэтому мы растем вшить, да. Ну, это понятные вещи, как бы, с которыми нужно как-то бороться. И на эту последнюю как раз у науки есть что сказать, потому что эту проблему исследуют и решают уже давно. Скорее я хочу поговорить про то, про что Дима уже начал говорить, про проблемы, которые не меняются последние много-много лет. Потому что они в основном связаны с людьми, с самой сутью того, что мы делаем, неважно на каком языке. Мы очень старательно работаем, но все равно ошибаемся. Я недавно имел совершенно гениальный случай. Есть такая маленькая штучка, которая обрабатывает клиентов, и вот у нее на вход приходит 8 тысяч клиентов, а на выходе остается только 2. Куда делись остальные 6? Почему мы 3 года этого не замечали, хотя об этом писалось в логе каждый день? Так бывает. Понимаете, люди ошибаются, и это естественное свойство людей. Если бы мы не ошибались, мы были бы машинами. И на самом деле будущее знать невозможно. Мы всегда стараемся предсказывать какие-то сроки. У меня есть несколько гениальных знакомых, которые способны оценивать сроки с точностью до человека месяца действительно. Вот так вот, просто посмотреть, задачу сказать, 7. Или тоже был гениальный случай, мы оценивали, сколько будет стоить переделать наш литовский банк довольно-таки сильно. Считали, ну, до того, как мы начали считать, значит, один из, опять же, прекрасных моих коллег сказал, что это будет 200 человек вместе. И мы потратили месяц на то, чтобы посчитать. Туда съездило несколько делегаций, мы написали много-много-много-много документов, все это разложили по полочкам, посчитали, суммировали все это вместе, 210. Можно было никуда не ездить, наверное, да? Но мы не проверяем на практике эти предположения, и, скорее всего, они неправильные. Это просто какое-то приближение. Чем дальше это будущее, тем больше оно, тем меньше шансов, что вы можете его угадать. И, опять же, вы, скорее всего, не угадаете. Ну, и все. Более того, на пути решения проблемы меняется ваше представление о проблеме. Да, вот вы пришли искать в темную комнату кошку, ничего не видно, низги. И пока что ваша задача формулируется очень просто – найти в темной комнате кошку. Спустя какое-то время ощупывания, спотыканий, она формулируется уже немножко точнее. Вам нужно попытаться нащупать ее под диваном, на диване, под столом, на столе. Да, и оно вот так вот, оно меняется совершенно фрактально. И в то же время меняются люди, которые все это делают. Они женятся, выходят замуж, уезжают, приезжают. Человек пришел какую-то книжку, ему пришла в голову идея, он что-то понял, ее надо немедленно попробовать. Это тоже невозможно предсказать. Мы пытаемся, но вы это не предусмотрите. Меняется все, что вокруг нас, меняются организации, в которых мы работаем, меняются требования заказчика, меняется рынок, конкуренты выпустили что-то новое. Опять же, все поменялось. И среди всего этого есть каким-то удивительным образом мы встречаемся с гениями, которые умудряются находить простые решения для сложных проблем, которые умудряются все время держать в голове вот эту вот цель, на которую мы идем, и безжалостно к ней двигаться. Которые имеют способность не допускать ошибок. Опять же, я встречал чудесных людей, которые в сложных системах, которые они делали, не допускали ни одной ошибки, которую были бы способны найти тестировщики. Тщательно искали и не находили. Ошибки появлялись только в продакшене потом. Потому что не бывает систем совсем без ошибок, это тоже очень сложно представить. Я не видел, честно говоря. Ну, больше, чем Hello World, да и те тоже. И еще эти удивительные люди каким-то образом умудряются самосовершенствоваться. Они анализируют то, что происходит вокруг, реакцию мира на их действия, да, и становятся каким-то образом совершением, в смысле, вот, движения в том направлении, которое они задумали. Понятно, что они с трудом втискиваются в роли должности, потому что они слишком широко берут проблем. Это мастерство у человека бывает настолько глубоко уже внутри, что оно стало интуицией, и ни он сам, ни окружающие не могут толком сформулировать логические законы, почему надо было поступать именно так в этой ситуации. Да, это бывает трудно объяснить. И agile как раз это такое мировоззрение, если хотите, система ценностей, которая говорит, давайте примем факт, что все меняется, да, давайте действительно будем совершенствоваться и постоянно анализировать, что у нас получается, и постоянно нацеливаться на этот результат. Непонятным, удивительным образом, 17 вот таких вот гениев в каждой своей области, из экстрим-программинга, из скрама, из кристалла, собрались вместе на горном курорте, и неожиданно для многих из них оказалось, что у них есть очень много общих точек, что их опыт, который они наработали за годы проектов в разработке программного обеспечения, он совпадает во многом. И они сформулировали вот эти вот ценности, называемые agile манифеста, которые являются выражением этого их опыта. Я дам вам время это прочитать. Опять же, видите, это не абсолютно строгое утверждение. Да, мы говорим важнее, но мы не говорим, что остальное можно выкинуть. Нет. Сами по себе эти ценности не гарантируют вам успеха, естественно. Ничто не гарантирует, по большому счету. Более того, чем более критична ваша система, чем больше у вас людей, или чем меньше у вас опытных людей, тем сложнее будет применять настолько легковесную методологию. Оно может превратиться в анархию довольно-таки легко. Но все-таки, я думаю, что этот подход позволяет расширить вот эту область, где проекты становятся успешными. Зачем их вообще нужно было формулировать? Ну, потому что люди, опять же, они были обеспокоены состоянием индустрии разработки и программного обеспечения. Тогда, 10 лет назад. 11 почти. На мой взгляд, оно не особенно поменялось за это время, по большому счету. Много чего сделано, но... Но проблемы, опять же, остались те же самые. В моем опыте было так, что, скажем, ты работаешь 3 месяца, ты что-то сделал. Оно даже работает, тебе сказали спасибо, тебе даже заплатили денег. И так это и не запустили. Да? Ну, потому что оно оказалось не нужно. Так бывает. Бывает вот то, что Дима описывал тоже, что мы начали новый проект на 3 месяца. И сначала мы медленно движемся, окей, потому что мы осваиваем технологию, мы разбираемся в проблемной области, все в порядке. Потом мы быстро-быстро-быстро пишем код, наступает время, когда пора это дело тестировать, но оно еще не работает вместе, только какие-то отдельные кусочки, там что-то. Поэтому мы продолжаем писать код, оно все еще не работает вместе, ладно, мы будем тестировать его по частям, на нас начинают сыпаться ошибки, поэтому мы не можем уже так много писать нового кода, мы исправляем ошибки, но на каждую исправленную появляется 2 новых, и оно все еще не работает, и уже прошло вот эти вот 12 недель, 3 месяца, за которые мы должны быть закончить, а оно еще не совсем работает. Здесь не работает, а не работает и там. Мы интенсивно работаем, мы все время трудимся и что-то исправляем, поэтому, когда нас спрашивают, насколько оно готово, мы говорим сначала 99, потом 99,99, 99 с хвостиком, 99 с петелькой, значит, как дети, когда считают. Но оно все равно еще не работает, и через 2 недели, в конце концов, мы это запускаем. Запускаем, обманывая себя, что клиенты нас поймут, им это очень нужно, даже в таком виде. А мы это обязательно все исправим. И мы, естественно, обманываем себя, потому что на этот момент мы понимаем и проблему, и решение. Мы понимаем, как ее на самом деле надо было решать. И мы понимаем, что реально исправить означает переделать. Ну, надо просто взять и переделать. Это, конечно, будет не 3 месяца, а всего один. Оптимистично. Но у нас нет его, потому что мы сами себе его не даем, потому что нужно писать новые фичи, новые фичи, новые фичи, новую функциональность. И мы кидаемся писать все новые фичи и забываем о том, что нам нужно было что-то переделать. Но, удивительно, но время разработки каждой новой фичи, оно почему-то растет. И этот график, он нелинейный. Оно уходит настолько круто вверх, что вы можете сказать, о, тому, кто спрыгнул до начала, в начале этого процесса, тому повезло. Ну, может быть. Ему легко, по крайней мере. Он легко отделался, он может пойти на следующий такой проект. Но те, кто дошел до конца, вот когда проект уже совсем развалился, они получили бесценный опыт. От мысли, что Ивану тоже плохо, Сидоров вдруг не прошел. Да? Ну, это шутка. Но это действительно опыт. Это полезно поучаствовать в неудачном проекте. Это очень меняет взгляды на жизнь. И отсюда, опять же, вот эти вот принципы. Это вот то, что качество нельзя потом прикрутить, добавить, как фичу. Так и не бывает. Чудесный Джей Би приезжал в Ригу. И совершенно бесплатно для Джей Латвии рассказывал гораздо лучше то, что я вам показал на двух слайдах. И мы записали его. Так что вы можете пойти и послушать его прямо с Ютуба. И это большое счастье. Так что сходите и послушайте. Еще одна, кстати, вот чудесная книжка. Там будет много чудесных книжек. Их все, на мой взгляд, нужно прочитать. Я сам удивился, сколько я их прочитал. Надо бы следующую презентацию сделать целиком из обложек. В этой книжке была чудесная история про офисную полицию. Офисная полиция есть в некоторых организациях. Это такая специальная служба, которая следит за тем, как люди пользуются офисами. Ну, в частности, они, конечно, и убирают эти офисы. Но бывают всякие дурацкие правила. Типа в одной компании было, что на столе вечером, когда ты уходишь, нельзя оставлять ничего, кроме... Единственное, что фотографии твоей семьи в рамочке стандартного размера. И был там, естественно, программист, который неоднократно забывал что-то еще на своем столе вечером уходя. И каждое утро он приходил и находил там бумагу на официальном бланке, на которой были перечислены его согрешения и угрозы по этому поводу. Значит, и было ему это вот здесь уже. Его веселые находчивые коллеги, зная об этом, они при этом всем присутствуют, как бы, однажды вечером, когда он ушел, положили ему на стол тоже на официальном бланке бумагу, в которой было написано. Дорогие мои, ой, дорогой такой-то, значит, мы сочли фотографию вашей семьи, неподходящей под наши корпоративные стандарты, и выдаем вам взамен фотографию стандартной корпоративной семьи. Ну и подменили ему фотографию. Тут и было радости на утро. Вот. Так нельзя. И об этом тоже в Джайл Манифест и в Джайл Принципах написано. Это к вопросу, куда идти работать. Да, ну вот. Не туда, но в другое место. Извини. Да, я убегаю, чтобы его было видно, и я привык, что-то где-то за спидай. К вопросу самоорганизации как раз это вот тоже такой интересный момент, что мы старались все время делать, это не назначать человека шерифом, давать ему пистолет и смотреть, что будет. Да, это интересно, познавательно, но опасно. Как это происходит, обычно это происходит наоборот. У людей достаточно большая свобода действий, и рано или поздно кто-то проявляет себя как лидер, как лучший технический эксперт, как человек, способный взять на себя ответственность и действительно и помочь другим, и добиться того, чтобы был в конечном итоге совокупный результат. Да, и это те люди, которых, может быть, даже не называя менеджерами или тим-лидерами, мы просто платим им больше денег, и мы признаем эти их заслуги, и они пользуются заслуженной популярностью. Да, это нормально вполне, и они могут при этом ходить и называть себя просто программистами. Большинство так и делает. Что как-то коррелирует, на мой вкус. Эти презентации будут все доступны, поэтому не надо записывать все названия, не обязательно записывать все названия. В этой книжке была чудесная история, в частности. Они вообще прекрасны, Мэри Индом, Поппендикки тоже. Их стоит посмотреть и послушать, и почитать. Там была история про американские подлодки, про Полярис. Когда-то давно, в 1957 году, случилось так, что мы тогда еще, вероятно, запустили спутник. Американцы испугались. Потому что к тому моменту у Советского Союза были подлодки, способные нести ракеты ближнего действия. Если теперь у Советского Союза есть еще технология запуска чего-то в космос, значит, скоро у них будут подлодки, способные из любого места в Мировом океане запустить ракету. Это плохо. У них была уже своя программа в этот момент. И план был в 1965 году сделать такую подлодку. Через две недели после запуска спутника они переносят дедлайн на 6 лет вперед. На 1959 год. Вы представляете, у вас был план на 8 лет, а теперь там осталось всего 2 года в этом плане. Сделайте это. Да, то же самое, только в 4 раза быстрее. И им повезло. У них был командующий всего этого дела. Был чудесным техническим экспертом, в частности. Он прекрасно понимал, как строятся подлодки. Он организовал непрерывное и очень частое тестирование всех составных частей и их сопряжений. Того, как они стыкуются. Они первым делом схватили две подлодки, уже строящиеся для другой цели. Удлинили их, засунули туда ракеты, выпустили их в море. То есть минимальными совершенно усилиями получили то, что в 1959 году у них был первый успешный запуск. Параллельно с этим они строили следующую серию, которая была уже не такая кустарная, корявая, на коленке слепленная. Значит, более-менее нормальная подлодка, ракета носит. В 1960 году они вышли и встали на патрулирование. Параллельно со всем этим они делали третью серию. Третью серию, которая должна была учесть ошибки первых двух. Учесть проблемы, возникшие в эксплуатации. И в результате, посмотрите. Мы, во-первых, получили результат раньше. Патрулирование началось раньше, реально запуски были раньше, чем в 1965 году. Во-вторых, к 1965 году мы получили лучшее качество. Мы получили качество, которое было бы невозможно при первоначальном проекте, когда мы просто сделали первую такую подлодку, запустили ее и только тогда узнали, что мы сделали не так. Это к вопросу о том, как получить одновременно улучшение качества и времени. Вот этого вот пресловутого треугольника. Который многим кажется слишком жестким. Вот еще пара принципов. И понимаете, они оказываются применимы не только к программированию. Не только к разработке программного обеспечения. Еще одна забавная история. Из прошлой осени. Так получилось, что государство остановило деятельность Крайбанки и надо было людям, у которых застряли там деньги, начать их выплачивать как можно скорее. Они все там же, я полагаю, в Крайбанке, но больше их часть, если их действительно столько, сколько в этом писали в газетах. Точнее, они числятся в балансе Крайбанке, поскольку они выданы кому-то в какие-то кредиты, наверное. Но вот вернут ли их, непонятно. Проблема была в том, что прецедентов реально у нас не было. Что этот механизм, как, собственно говоря, это делать, ни юридически, ни вот так вот между людьми, как бы сам процесс, да, ни технически ничего не было готово совершенно. В этих условиях надо было прогнозировать какие-то сроки и более того в них укладываться. И это было потрясающе. Мы сделали за 6, кажется, дней всего то, что с Норос в Литве делали потом месяц с Себом. Они начали выплаты на месяц позже нас. Хотя остановили их, кажется, чуть-чуть раньше. Как это происходило? У нас просто каждый день была новая идея, как мы будем это делать. Мы переделывали софт, тестировали его, оно было готово, на следующий день идеи менялись, потому что к этому моменту люди поняли, что мы такое придумали и внесли какие-то коррективы, потому что в этом участвуют еще и ФКТК, Крайбанка, короче, все, кому не лень. И мы делаем новую версию, и она снова готова, и мы делаем новую версию, и она снова готова. И так мы делали на неделе две, скажем, да, пока оно все наконец-то не устаканилось. Но первая работающая у нас была действительно через 6 дней готова. Если бы мы сначала сказали ФКТК, а, надо выплачивать деньги, ну вот наши юристы, вы с ними договоритесь, как это будет. То этого бы не было ни через 6 дней, ни через 2 недели. Это просто нереально. И об этом тоже говорят agile принципы и ценности. Собственно говоря, они родились именно как ответ методологиям, в которых было очень тяжелое документирование и очень большое сопротивление изменения. Еще одна история тоже из моей практики. Надо было сделать небольшую систему мониторинга транзакций. Я тогда начинающий аналитик очень тщательно подошел к этому делу. Я написал 40-страничный документ с требованиями, анализом, скриншотами. Все было написано. Месяц работы потратил на то, чтобы это все реализовать. Принес тестирование. И через 2 дня мы поняли вместе. Я тоже понял, видимо, был последний, кто это понял, что оно не годится никуда. Этим никто не будет пользоваться. И оно вообще работает перпендикулярно всей остальной системе. Так бывает. И этого можно было бы избежать, если бы мы начали с того, что мы попытались сделать какой-то работающий портатив. Тогда бы это стало ясно гораздо раньше. Но окей, теперь я усвоил этот урок. Может быть, я надеюсь. Еще одна история от Роберта Мартина. Боб Мартин тоже великий человек. Он недавно опубликовал довольно-таки странное предупреждение, но в чем-то я его понимаю. Он написал, что, смотрите, вокруг нас дикое количество программного обеспечения. Оно в лифтах, машинах, поездах, где угодно. И его становится все больше и больше и больше. Так вот, говорит он, близится тот день, когда случится, катастрофа унесет десятки жизней только потому, что кто-то написал неправильный ИФ. Оно обязательно случится. Вопрос только в том, когда. Понимаете, это просто неизбежно при том, как мы развиваемся. И в этом смысле наша с вами задача так или иначе вести себя как можно более дисциплинированно и требовать этого от других. Это единственный путь оттянуть этот момент. Это то, на что мы можем повлиять. Дальше он пугает нас тем, что вот, когда это случится, придет государство и зарегулирует вас так, как докторов. Вы будете 10 лет учиться, прежде чем вам разрешат писать код за деньги. И вы будете писать только на тех языках, которые вам разрешат. Да? Но, в общем, этот момент я бы тоже хотел отложить. Как можно дальше. Мне кажется, этот момент уже настал. Одна из последних экспертиз упавшего самолета доказала, что это ошибка программного обеспечения. Ёлки-палки. Похоже, Роберт Марсин. Он опоздал, мне кажется. Может быть, да. Это было какое-то время назад. Да, я не помню. Вопрос в последствиях, которые из этого последуют. Соответственно, да. Единственное, что мы можем по этому поводу сделать, это пытаться улучшать то, как мы работаем. Непрерывно. Это то, к чему нас призывает Джаян. По сути дела, вот вы спрашиваете, чему учиться. На самом деле, на работе мы делаем вот это. Мы учимся. Все время мы анализируем, мы изобретаем что-то. Мы общаемся друг с другом. Мы принимаем решения. Это самое главное. Понимаете? И вот это те области, в которых вы должны совершенствоваться. Грубо говоря, очень важным аспектом являются софт-скиллы, а не то, что вы научились, а не научились какому-то конкретному языку. Как человек, который тоже интервьюирует людей, принимает их на работу, я могу сказать, что в первую очередь я хочу видеть в своих будущих коллегах увлеченность и профессионализм. В смысле, чтобы человек старался работать так, чтобы ему доставляли удовольствие результаты его труда, чтобы он мог гордиться тем, что он делал. Это, на мой вкус, самое главное. Второй важный момент это вот этот вот популярный интернет-мем. Оно работает на моей машине. Предыдущее поколение, наверное, знают это как к пуговицам претензий. Нет, кто из вас знает, что такое к пуговицам претензий? Нет, поднимите руки. Ну, понятно. Остальным надо это загуглить и посмотреть, я так чувствую. Идея в том, что... То есть, как это выглядит, да? Программист сидит за машиной, вы к нему приходите и говорите, вот смотрите, у меня с вашей программой вот такая проблема. Он, как честный профессионал, старательно проверяет вот эту программу, работающую у него на компьютере, пытается, значит, эту проблему воспроизвести, она не воспроизводится. Он говорит, у меня на машине все работает. Надевает наушники, и контакт с ним потеря. То есть, человек считает, что он исполнил свой профессиональный долг, сделал это старательно. Два часа потратил, чтобы проверить, что действительно у меня все работает. Мне нужно наоборот. Мне нужно, чтобы человек понимал, зачем он... Ну, то есть, где... Каков его вклад в общий результат, каков должен быть этот общий результат вообще. И вот то, что Дима говорил, откуда уберется его зарплата. Зачем он все это делает. Он делает это не для того, чтобы у него на машине оно работало. Он может не работать у него на машине, мне все равно. Делает это для того, чтобы человек какой-то получил какое-то благо. Он получил удовольствие, ему стало проще что-то делать, он потратил меньше времени, чтобы что-то сделать. И это единственная цель. Если она не выполнена, все равно, что происходит у тебя на машине. Понятно, что если человек программирует, он должен знать, что такое программирование. Он должен действительно хорошо программировать, он должен понимать, как устроен его компилятор, как устроена виртуальная машина, с которой он работает. А то, чего он не понимает, это не страшно. Главное, что у него была способность найти, разобраться или спросить и узнать, или рассказать кому-нибудь. Потому что там, где есть спрашивающие, есть и отвечающие обязательно. Вы очень недолго будете там младшим сотрудником компании. Рано или поздно придет кто-то, кто не знает чего-то, чего знаете вы, и вам надо будет ему что-то рассказывать. И должна быть вот это удержание в голове цели. Куда мы идем, что мы хотим сделать, и как то, что я делаю, влияет на это. И это гораздо проще, конечно, в маленьких компаниях, чем в больших. В больших это совсем не так очевидно. Еще одна штука, которую тоже я не заметил, чтобы учили в институте, это организация своей работы. Это работать так, чтобы вы не были в панике от того, насколько много всего вам нужно сейчас сделать срочно одновременно. А каждый день методично делать какой-то кусочек и двигаться к цели. На какой-то миллиметр оно двигаться. И получать это удовольствие. Быть спокойным, по крайней мере. Не, я не знаю, болеть, уходить в академию и все такое. Про это тоже есть полезные книжки и полезные бесплатные материалы. Стив Павлина, он тоже гений, но своего рода он очень такой странный гений. Но у него очень много правильных слов. А в этой книжке, например, написано про приоритеты. Написано про то, что вы должны принуждать, ну, принуждать нехорошее слово, но... Вы должны научиться выделять время на вещи, которые важны, но не срочны. Позвонить родителям, например. А прекратить рубить лес и заточить топор, которым вы рубите, чтобы потом рубить быстрее. День потерять и потом за пять минут долететь. Вот это вот оно. Если вам интересно, то, опять же, есть люди, которые еще более увлекательно и детально и знающе рассказывают обо всем этом. Это можно посмотреть бесплатно в интернете. Можно почитать книжки и можно спросить у нас что-нибудь. Методология agile говорит то, что клиент всегда прав. Правильно? На какой странице? Ну, были такие приседания. Я читал. Ну, вот вопрос такой. Если вы нашли интересный проект, который вам нравится, вы хотите в нем заниматься. Приходит клиент, говорит, что, ну, я бы хотел по-другому. Как держать все это в балансе? То есть, держать свой интерес в балансе и требования человека, который вот заказывает у вас товар. Ты хотел сказать другое слово. На этот случай у меня нет точного, конкретного ответа. Может быть, из личных примеров, то есть, как вы с этим боретесь? Если вам что-то говорят, вы знаете, что это заведомо неправильно, например, или вам это не нравится, но вам приходится с этим делиться. Одна часть ответа заключается в том, что я отказываю, но при этом стараюсь доказать человеку, почему это так. Причем в понятных ему терминах, потому что вот такие вот шахматисты, они могут очень четко изложить причину своих логических выводов, но для не шахматистов она недостижима логически. Ну, то есть, реально человек не понимает, он не может за пять минут понять, что ему сказали вообще, что это было. Во-вторых, можно дать человеку какую-то лазейку, я не знаю, какие у него есть варианты. Хорошо, он хочет вот это, это мы ему не даем. Но что мы ему дадим? Что мы можем ему дать, что, может быть, как раз приблизит его к счастью? Оно может оказаться там дороже, или там слева, а не справа, или каменная, а не железная, например. То есть, вы не должны уходить в глухую оборону, грубо говоря. Вот это будет неправильным в чисто коммуникационной точке зрения. А так вы всегда стремитесь к обоюдной выгоде, у вас должна быть обоюдная выгода. И эта проблема, проблема Эджайла, в частности, в том, что он неприменим в ситуации, когда у вас нет обоюдной выгоды. Его адски сложно, хотя прекрасные девушки из Эбита стараются его применять, скажем, в государственном заказе, когда какие-то чиновники придумали, что им нужна вот такая вот система. Потом заказали какой-то фирме описание этой системы. Эта фирма год писала описание системы, написала. Значит, за это время чиновники сменились. Теперь они объявили конкурс. По этому конкурсу, значит, мы пишем предложение. Опять же, прошло еще год, в конце концов, нас выбрали как того, кто реализует эту систему. И им уже не то, что не надо, но там нет никого, кто может четко сказать, как вот этот вот командор, строящий подводные лодки, мне нужно вот это завтра. А желательно сегодня. И на этом пути я готов отказаться от этого, от этого, от этого, потому что мне нужно это. А вот это мне тоже понадобится на потом. Такого нет. Есть просто этот вот безликий адский документ, который вроде бы надо реализовать. Но зачем, даже никто не понимает. Вот в этой ситуации с Джаном тоже очень тяжело. У вас нету с кем говорить. Если вы тоже сделаете так, чтобы будет не с кем говорить, то у вас ничего не получится. Нужно продолжать коммуницировать как-то. Спасибо. Еще один вопрос. Как вы считаете, для работы программиста важно получить, допустим, университетское образование? Или можно там достаточно, чтобы человек был просто увлечен этим, там, ходил на курсы, а не учился в университете, допустим? Я начал программировать в 12 лет. На бумаге. У меня не было компьютера. Я видел компьютер раз в месяц, может быть, у папы на работе. Я писал в тетрадки эти программы, небольшие, там, в несколько сотен строк буквально. Я напишу страничку, посмотрю, пойму, что надо переделать. Переделаюсь. Это отладка вся происходила у меня в голове. Да. Я просто их исполнял в голове. И потом я пошел на то, что сейчас называется прагмейстер, скажем, да. Потом я учился еще в нескольких чудесных школах. И потом я как-то сразу пошел работать. И я не учился ни в каком университете. Да. Ну, я попытался поступить, но мне там так надоело, что я забил на это. Потом я еще раз поступил, мне опять надоело. И все это время я работал и программировал. И хоть сейчас вот я наконец-то скоро закончу уже, слава богу, своего бакалавра. Потому что, ну, надо, наверное, уже. А вот для рекрутеров важно, чтобы человек имел диплом о высшем образовании или это не важно? Для некоторых важно. Некоторые четко говорят, что нам нужно высшее образование и все. Большинство, я полагаю, говорит это, но не имеет этого в виду серьезно. То есть, опять же, при нынешнем рынке, при том, насколько нам нужны адекватные разработчики, нам нужны адекватные разработчики, да, в первую очередь. Что вам даст хороший университет, это фундаментальные знания, в отсутствии которых вы просто будете гораздо медленнее развиваться. Вам придется добирать это самим, с помощью коллег, с помощью книжек, да. И это возможно. Это просто очень нелегко. То есть, если вы хотите, ну, не имея нормального образования, быстро-быстро выбиться в ведущий разработчик и написать свой компилятор, я не знаю, да, виртуальную машину, это невозможно. Так не бывает. Слава богу, сейчас есть масса возможностей учиться бесплатно. Есть митовские курсы массачусетского и массачусетского института, выложенные в открытом доступе. У них есть прекрасный курс, например, по алгоритмам и структурам данных. Да, сейчас есть это вот Coursera и Udacity, которые тоже предлагают бесплатные курсы. То есть, реально, учиться есть где, и есть очень высокий уровень этих образовательных программ. Да, и если вы серьезно собираетесь программировать, то они вам будут нужны. Спасибо.